Всем привет! Сегодня разбираемся, чем эндуро-мотоцикл отличается от кроссового мотоцикла. И помогут нам в этом эти два красавца 2021 года, Yamaha VR450F и Yamaha YZ450F. С одной стороны вопрос базовый, а с другой стороны даже многие опытные райдеры не до конца понимают разницу между этими двумя типами мотоциклов. И на мой взгляд, главное принципиальное отличие между ними это в том, что эндуро это мотоцикл двойного назначения. Соответственно, на нем можно ездить не только по бездорожью, но и по дорогам общего пользования. То есть теоретически эндуро-мотоцикл можно поставить на учет, пройти техосмотр и даже ездить на нем на работу. Но на практике в России так не делают. Продают этот мотоцикл без ПТС, потому что никто не готов за него переплачивать. Соответственно, эндуро-мотоцикл обладает всеми атрибутами транспортного средства. Здесь и резина, одобренная для дорог общего пользования. Здесь есть и оптика, фара, фонарь. И даже можно поставить на него поворотники. Здесь тихий глушитель, амалогированный для дорог общего пользования. Мотоцикл задушен по выбросам. Здесь есть боковая подставка, приборная панель. В общем, можно поехать в магазин за пивом. У кроссового мотоцикла единственная задача ездить по кроссовым трассам, довольно однообразным. И здесь важна максимальная энерговооруженность. Эндуро-мотоцикл используется в широчайшем диапазоне различных условий. От дорог общего пользования до какого-то медленного густого леса, горных троп, болот. И в то же время он может ездить по скоростным грунтовкам, по полям. Кстати, именно по причине дорожной амалогации вся двухтактная дорожная техника давно умерла, включая 50-кубовые скутеры. И двухтактный спортивный эндуро тоже сейчас имеет определенные проблемы с этим. Например, КТМ вынужденно перевел свои мотоциклы несколько лет назад на инжектор. И это было не без проблем. И даже до сих пор многие не любят 2Т-инжектор. В кроссе же таких ограничений нету. И, например, все детские мотоциклы до сих пор массово выпускаются в двухтактном виде на карбюраторах. На эндуро-мотоцикле установлена фара. Она нужна, чтобы либо ездить по дорогам общего пользования, либо чтобы вернуться домой в темное время суток по пересеченной местности. На кроссовом же мотоцикле просто пластиковый щиток. Потому что мотоцикл используется либо днем, либо вечером на специальных трассах с освещением. На эндуро-мотоцикле есть и задний фонарь. А на версии с ПТС здесь есть еще и брызговик с креплением под номер и под поворотники. На эндуро-мотоцикле установлен классический глушитель с камерами. Вот видите, отвертка не проходит. И в нем имеется еще вот такой вот рестриктор по выбросам и по звуку, который почти все удаляют. На кроссовом мотоцикле стоит спортивный прямоточный глушитель. Вот отвертка легко проходит. Помимо рестриктора в глушителе, на ВРке еще и установлен вот такой вот рестриктор на впуске. Также ограничен ход ручки газа. Как от всего этого избавиться и получить полную мощность мотоцикла, смотрите отдельное видео на канале Stantax. Вот эта надпись на покрышке эндуро-мотоцикла расшифровывается как Department of Transport. То есть она означает, что покрышка сертифицирована для дорог общего пользования. И она даже имеет маркировку, такую же, как на всей дорожной технике. Размерность резины, индекс нагрузки, индекс скорости и даже то, что она всесезонная. На кроссовой покрышке таких надписей нет, а раньше даже писали прямым текстом. Not for highway use, то есть не для дорог общего пользования. Эндуро используется в более разнообразных и в более суровых условиях, поэтому здесь повышенные требования к системе охлаждения. Вот вы видите, что уже в стоке установлен вентилятор, чтобы мотоцикл не перегревался на медленных затычных препятствиях. Раньше на VR даже был установлен расширительный бачок для охлаждающей жидкости. Он был вот здесь, под задним крылом. Но сейчас его нет, скорее всего, из-за того, что вопрос перегрева решен вентилятором. Также на некоторых эндуро-мотоциклах установлен термостат, чтобы мотор лучше прогревался в холодную погоду. Важное отличие между кроссовым и эндуро-мотоциклом – это заднее колесо. В мотокроссе используются 19-е колеса с низкопрофильной резиной. Это дает стабильность в поворотах. В эндуро же, как вы видите, колесо 18-е с высокопрофильной резиной. Это дает большое пятно контакта и лучше демпфирует удары на сложных препятствиях, типа камней и бревен. По этой же причине на эндуро-мотоцикле стоит усиленная ступица большего диаметра. На кроссе ступица заметно тоньше. И нету вот этого ребра жесткости. В эндуро используется более износостойкий тормозной диск из-за меньшей перфорации. В кроссе перфорация нужна для лучшего охлаждения и для облегчения. На кроссовом мотоцикле установлена очень простая и открытая система вентиляции картера. Если вы заглохнете в лужи, то через этот шланг в мотор насосет грязь и воду. На эндуро этот шланг идет наверх в корпус воздушного фильтра. Соответственно, вы можете спокойно ездить через броды. Эндуро ездит по сложным опасным препятствиям, а потому требовательны к защите. И даже в стоке здесь уже установлена довольно мощная защита картера. Чего нет на кроссовом мотоцикле. Также на некоторых эндуро уже в стоке идут защитные лопухи на руль. На мотоциклах используется разная выпускная система. В эндуро это более длинный патрубок для лучшей плавности и для большей мощности на низах. В кроссе этот патрубок заканчивается сразу за рамой. Это нужно для меньшего сопротивления и для максимальной мощности на высоких оборотах. В целом моторы настроены по-разному. Если в кроссе важна максимальная отдача и мощность, то в эндуро нужна плавность хода и стабильность на низких оборотах. И достигается это не только программными средствами, но и использованием разных деталей. То здесь это более тяжелый маховик, менее агрессивные распредвалы и, скорее всего, другой поршень с кольцами. В эндуро обязательно нужна боковая подставка, потому что вам может потребоваться остановка в абсолютно непредсказуемом месте. Например, возле сельпо за пивом вы приехали. Для кроссового мотоцикла это исключительно лишний вес, поэтому это отдельная деталь, которую вы не возите с собой. В кроссе заезд длится максимум полчаса, поэтому достаточно маленького стандартного бака. В эндуро же соревнованиях это целый день, поэтому нужен большой бак с большим запасом хода. Важная разница между эндуро и кроссовым мотоциклом – это коробка передач. Первые две передачи на эндуро медленные, для сложных затычных препятствий, а две последних, наоборот, длинные, чтобы быстро ехать по открытым скоростным участкам. В кроссовом мотоцикле все передачи короткие и сближенные. Это нужно для непрерывного максимального ускорения. По этой же причине на мотоциклах используются разные ведомые звезды. В эндуро это 50 зубов, а на кроссовом мотоцикле это 49. В эндуро важна максимальная износа стойкости, грязи, защита, поэтому здесь сальниковая цепь, замок под заклепку и стальная звезда. На кроссовом мотоцикле облегченная цепь без сальников с низким сопротивлением, быстросъемный замок под заклепку и легкая алюминиевая звезда. На глушителе эндуро мотоцикла написано, что он удовлетворяет требованиям по шуму. На кроссовом мотоцикле четко написано «Node for road use», то есть не для дорог. «Designed for use on closed course», только для использования на закрытых территориях. На эндуро мотоцикле установлена приборная панель, которая поможет вам соблюдать скоростной режим, а вот эта лампочка подскажет, когда пора заправляться. Для кроссового же мотоцикла это лишняя деталь. Зато на кроссовом мотоцикле есть функция «launch control», которая помогает выигрывать миллисекунды на старте, что в эндуро не имеет значения. На кроссовом мотоцикле вот эти кронштейны облегченные, алюминиевые, и они обеспечивают оптимальную жесткость. А на эндуро они жесткие, стальные и обеспечивают максимальную прочность. Далеко не на всех кроссовых мотоциклах есть электростартер. В то время как для эндуро это обязательная вещь. Например, если вы застряли на подъеме, то заводиться кикстартером будет трудно и энергозатратно. При том же весе диаметр оси заднего колеса на эндуро сильно меньше. С чем это связано, пишите ваши предположения в комментариях. Вот сейчас наглядно видно, что на эндуро ступица толстая, а на кроссовом мотоцикле тонкая. Так сложилось, что нововведения и технологии в эндуро приходят через год-два после использования в кроссе. На Ямахе так было с развернутым цилиндром, вай-фаем, а сейчас вы это можете видеть на примере аккумулятора. Здесь на VR он до сих пор обычный свинцовый. В то время как на WZ это современная легкая литиевая батарея. Подвески на этих мотоциклах работают по-разному. В кроссе очень важна энергоемкость, отработка больших прыжков. В то время как эндуро мотоцикл очень часто едет по пересеченной местности, по разбитым полям, по лесным корням, по бревнам, по камням. Соответственно, здесь подвеска более мягкая. Конструктивно очень часто подвески разные. Например, на некоторых кроссовых мотоциклах используются пневматические вилки. В то время как в эндуро это недопустимо, потому что там важна надежность и большие пробеги. Даже на месте я чувствую эту разницу. Здесь более плотная, более жесткая подвеска. На эндуро она ощутимо мягче. Так. Этот VR450 весит чуть меньше 115 килограмм. WZ весит на 6 килограмм меньше. Из-за особенностей в настройках и в режимах эксплуатации эндуро мотоциклы имеют чуть больший ресурс и более широкие межсервисные интервалы. При внешнем сходстве мотоциклы оказались очень разными. Если мы забыли упомянуть какие-то особенности, пишите об этом в комментариях. С вами был Геннадий Зырин. Подписывайтесь на канал. Ну и увидимся на трассах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин